Всем привет! В этом видео я хотел бы рассказать, как улучшить качество звучания на вашем Windows компьютере. Это может быть десктоп, это может быть ноутбук. Я расскажу немножко о принципе, как работает в целом обработка звука в Windows и расскажу о том, почему при подключении, например, внешнего ЦАПа, звук у вас остается такой же плоский, не детальный. Значит, смотрите, я подключил внешний ЦАП. Если зайти сюда, в параметры громкости, то можем увидеть, что мой ЦАП это DSD ЦАП от Cation LC2100. Это ЦАП, который поддерживает 32 бита на 384 кГц. И когда я его подключил, я думал, что ну все, наконец-то звук будет прекрасный, я смогу на компьютере слушать музыку. Но я не учел того, что компьютер микширует весь звук для того, чтобы все это было легко ему обрабатывать. Микширует весь звук и пропускает его через свои алгоритмы. Я пробовал разные плееры и понял, что проблема здесь не в плеере и не в том, что я как-то не так подключил ЦАП или что к нему нужно установить какие-то драйвера. На самом деле здесь все просто. Для того, чтобы ваш ЦАП, то есть устройство, которое кодирует из цифры в аналог звук, то есть то, что в принципе отвечает в первую очередь, наверное, за качество звучания, еще, конечно, усилитель, который идет после него. Для того, чтобы он реально заработал, нужно напрямую указать путь плееру, в котором будет воспроизводиться ваша музыка. Действительно, она должна быть в хорошем качестве. Напрямую к ЦАПу, то есть минуя микшер Windows. Как это сделать? Ну, если говорить о плеере FUBAR 2000, наверняка все вы знаете об этом плеере. Он минималистичный, он очень функциональный и в нем это делается очень просто. Открываем наш плеер замечательный. Видим, что здесь у меня есть такой вот альбомчик, который в достаточно хорошем качестве. Если его воспроизвести, то видно, что это флэг, такой битрейт, такая частота дискретизации, но это у нас 24 бита. Конечно же, альбом записан в шикарном качестве, альбом шикарно звучит, но он у меня очень плоско звучал. Если зайти вот сюда в файл, настройки и выбрать выход, то у меня здесь стоял дефолт и вот Cation DSD DAC, мой DAC. То есть вроде ЦАП поддерживается, вроде плеер все видит, но проблема в том, что плеер отдает это по дефолту на этот ЦАП, а значит он отправляет это все через обработку Windows. Как заставить Windows направлять звук напрямую от плеера к ЦАПу? Для этого нам нужен такой протокол, называется Wasapi. Видите, здесь теперь у меня есть Wasapi, у вас этого нету, если вы зайдете в эти настройки. И вот здесь у меня тоже есть тот же мой DAC. Когда я переключаюсь на эту настройку, то звук совершенно другой, звук действительно классный, чистый, детальный, наконец-то. Как это сделать? Идем в компоненты на сайт fubar2000.org. Здесь у нас есть страница с компонентами, кому интересно, я ссылку на эту страницу оставлю. И ищем Wasapi. После того, как мы нашли этот параметр Wasapi, скачиваем его. Можно скачать два этих файла, они находятся, каждый на своей странице. Вот так выглядят страницы. Я скачал оба файла, но один из файлов у меня не запустился. Он, видите, для старых процессоров 32 бита, то есть он уже не работает. Поэтому этот файл можете не скачивать, если у вас 64-битная Windows. У меня 64-битная, поэтому я скачал сразу вот этот файл. Он сейчас на данный момент от 15 сентября 2023 года, свежий, версия 0.6.21. И поддерживается всеми системами Windows. И 32-битными, и 64-битными. Дальше иду в fubar компоненты. В самом верху. Здесь, видите, в списке есть Wasapi, Shared Output. Но у вас этого не будет. Для того, чтобы это появилось, нажимаем Install. Идем в загрузки, смотрим, где тот файл, который вы скачали в Wasapi. Вот так вот он будет выглядеть. Это как бы библиотека специально для данной программы, для fubar. Нажимаем открыть. Нажимаем принять, ну или окей. И устанавливается этот компонент. Этот компонент позволяет нам как раз таки заставить Windows передать поток с плеера напрямую на ЦАП. И обработка Windows вообще никакая не осуществляется. Единственное, что нужно перепроверить, чтобы она действительно не осуществлялась. Для этого обязательно выбираем вот здесь наш ЦАП. Допустим, если у вас это ЦАП. Нажимаем ОК. И идем в настройки еще звука. Дополнительно выбираем параметры звука. Здесь заходим в наш ЦАП. Здесь смотрим, чтобы у нас было качество, да, то, которое нужно нам максимально. Или какое вам нужно. У меня это 32 бита на 384 кГц. И еще нам нужно зайти вот сюда. Дополнительные параметры звука. Заходим сюда. И здесь находим наш ЦАП. Ну, в данном случае у меня ЦАП. ЦАП у вас это может быть ваше какое-то устройство, которое вы хотите настроить. Нажимаем правой кнопкой. Свойства. И вот здесь убираем все улучшайзеры. Уровни здесь тоже проверяем, чтобы у вас был баланс выставлен правильно. Дополнительно здесь ставим, да, тот битность и тут частоту дискретизации, которая вам нужна. И здесь ставим использовать устройство в монопольном режиме и предоставить приоритет. Вот эти две галочки тоже ставим. Пространственный звук смотрим, чтобы был выключен. И нажимаем ОК. После того, как эти настройки вы сохранили, можем перезагрузить компьютер. Заходим в наш плеер, FUBAR в данном случае. И наслаждаемся качественным звуком. Но, конечно, это может относиться и к другим устройствам. К каким-то специальным звуковым картам, которые вы будете подключать. Там тоже нужно будет специально выставлять или через ASIO, или через Wasabi. Там уже смотрите, как у вас работает звуковая карта. Если через ASIO, то вот такой вот параметр у вас должен тоже появиться. Через компоненты смотрим, чтобы у нас был ASIO output. Если у вас его нет, понятно, у вас, скорее всего, по умолчанию его не будет. Идем в компоненты, находим ASIO output, заходим на страницу, здесь тоже качаем. Также устанавливаем через install, принять, ОК. И у вас он появляется здесь. То есть вы сможете выводить звук непосредственно, независимо от устройства, через Wasabi, либо ASIO. Это два, в принципе, одинаковых, скажем так, протокола. Просто под разные задачи, а не под разные устройства. Они, скажем так, сделаны. Поэтому, по сути, и то, и то выполняет одну и ту же задачу. Миновать микшер, миновать внедрение Windows и обработку сигнала Windows. Если видео было полезным, постарался подробно вам все разжевать и показать. Если видео было полезным, не забудьте поддержать. Может быть, в чем-то ошибся, напишите об этом в комментариях. И всем хорошего настроения. Пока. Продолжение следует...